Ну привет, всем Альпак, с вами Аляпак, и сегодня, как вы поняли по названию, я буду убираться в нашей новой квартире, то заряжать вас мотивацией, уверена, вам супер непривычно сейчас к такому названию и так далее. Но мы сняли квартиру, теперь живем здесь, и я планирую сегодня как можно больше мест убрать, потому что я очень брезгливая, это моя проблема, я понимаю, поэтому я хочу убраться во всей квартире, вымыть каждую полочку. Но все мы понимаем, что за один день все это сделать нереально, поэтому будем делать все постепенно, если что, у меня в запасе еще есть два выхода дня, поэтому растянуть мою уборку у меня прекрасно же получится, а влог получится интереснее. Так, включаю 05 и смотрим на план работ на сегодняшний день. Вот так вот выглядит коридор, здесь у нас зеркальный шкаф, в котором я хочу все организовать, потому что пока что это что-то, какие-то вещи, ну что-то такое. И что-то совершенно неорганизованное, только две полочки с уходом для квартиры, не знаю, как правильно назвать, более-менее существуют, остальное просто накидано. Выкинуть мусор и идем дальше в ванную. Здесь еще хуже. Запустить стиралку и помыть ее, потому что здесь есть какие-то пятна, меня это немножко бесит. Еще бы я помыла вот эту штуку, это моя уже тряпочка, которой я убиралась. Вот это наполовину я уже отмыла. Мне нужно будет помыть только верхнюю часть и нижнюю полку, потому что верхнюю я в первый же день заезда мыла, потому что мне было, ну, супер неприятно туда что-либо класть. Красиво. Трон наш тоже нужно помыть, и я бы хотела придумать организацию вот этих всех средств, но пока что я просто не понимаю, что делать, это придет со временем. Ванная, в принципе, чистая, но я бы помыла вот эту штуку, она мне не нравится. Она не чистая. Вот тут помыли. Тут она была чистая, когда мы заезжали. И, наверное, так просто. Слегка помою ванну. Обязательно вымыть все полы, потому что они мне вообще не нравятся. На кухне, конечно, масштаб уборки немножко большой, но я с утра уже помыла вот этот и вот этот шкафчики. Посмотрите, какая там чистота. Но это самое лучшее, что я смогла сделать. Я вставлю вам, как там было грязно, поэтому поверьте, это чисто. И вот в этом шкафу буду хранить весь хлам, который мне не нужен, но нужен хозяину. Я же не могу его вещи выкинуть, поэтому надо где-то хранить. Вот эту штучку будем мыть. Все шкафы, потому что тут вообще не очень. Я еще не знаю, как я это буду мыть, но в планах у меня все помыть. Еще вот этот ободок, раковину, убрать всю сухую посуду. Здесь я вот достала себе средства, которыми мою. Сделала тут растворчик для того, чтобы отмывать шкафчики. Ну, благодаря им я и помыла этот шкаф. Конечно же, плита. В общем, вот это все нужно будет мне помыть. Плюс еще пол. Он тоже не очень. Когда большими ногами вот так встаешь, ну, не очень комфортно. Поэтому я всегда хожу в тапках. Плюс еще очень холодно. Барный стол я бы тоже помыла. Купила на первое время такие клеенки. Жду, когда с Файлберрису придет нормальные. А эти я уберу в холодильник. Кстати, холодильник мыть не надо, потому что нам его купили новым. Лайк за новый холодильник. Нужно будет помыть эти два стула, потому что они немножко грязные. Ну, я так протру. Далее организовать вот эти полки, потому что ну что это? Что? Почему так? И вот с этой стороны тоже вот эту вот полочку. Не знаю, организовать, не организовывать. Я не сильно хочу загромождать их, потому что они как-таки разделяют зону. Должны быть легкими, воздушными. А мы уже поналожили всего. Но обязательно я поставлю здесь Миккину корзинку, где будут все ее вещи и игрушки будут туда складывать. Потому что это ребенок, к сожалению. Вот так вот. Теперь идем в спальню. Ну, это мы вчера вернулись, очень поздно ночью, еще с одной закупки. Очень устали, поэтому это просто играть в шкаф разобрать. И вон там еще две сумки с вещами. До сих пор их не разобрала. Включить себе видосик какой-нибудь. Вот в скором времени повесим сюда наш телевизор. Здесь тоже я бы немножко организовала что-нибудь как-нибудь. Ну, в принципе, тут... Не знаю. Со столом, в принципе, все очень даже хорошо. Ему ставлю лайк. Он чистый. Заправить постель. С этого мы с вами и начнем. И здесь у нас еще есть шкаф. И есть мои скубы, которые мы будем использовать для организации. По-хорошему, я бы еще на наших полках с одеждой разобралась. Но посмотрим, будет ли время. Время 12.45. Начала я где-то в 10. Пока что, что мы имеем? Отмыты три шкафчика. И вот эта вся поверхность. Плюс отмыла чайник. Но попыталась, особо не получилось. Какие-то разводы все равно остаются. И вот эта вот штука не отмывается. По плинтусу прошлась. Лучше стало намного. Вот здесь вверх тоже помыла. Вот это я пока не понимаю, как мыть оставила. Раковину буду мыть в последний момент. Потому что в ней полощу все тряпки. И сейчас хочу приступить вот к этому шкафчику. Итак, верхняя закончена. Переходим вниз. Помыла шкаф. Начала мыть духовку эту. Здесь уже намного лучше. Но еще здесь средства работают. А вот здесь все стоит помыть. И еще вот эти две штуки тоже надо будет помыть. Видите, дела хорошо. У меня тоже я помыла всю зону кухни. Плюс вот этот стеллаж. Вроде я об этом говорила. Кровать оставлю, но потом пока нет на нее сил. Теперь перехожу в столовую. В эту зону. Убираю здесь. И дальше с вами вот так вот пойдем убираться. А еще, кстати, пришла моя швабра. Поэтому, когда я закончу со спальней, мы с вами, скорее всего, пойдем погуляем из Пикли. И заберем здесь в соседнем доме мою швабру новую. Помоем полы, и завтра у меня останется только коридор и банная. Но, в принципе, по времени идем очень даже хорошо. Только что вернулась домой, ходила на Вайлдберрис. Забрала свою швабру-спрей, заказала ее на Вайлдберрисе за 500 рублей. За 500! Чекнули продавца, они делают какую-то непонятную акцию и продают швабры по себестоимости. Ну, конечно же, я решила ее взять. И я ее уже собрала. Вот этой швабры, я еще насадку на нее не надела, но сама по себе она нормально собралась. Вот эта штучка работает. Короче, классная! Классная! Но как она работает и какой у нее срок жизни, к сожалению, не подскажу. Уже набрала воду, но у меня сейчас будет рабочий созвон. И после рабочего созвона буду разбираться с этой шваброй. Так, прекрасно солнце меня покидает. Это значит, что мы будем тратить деньги на включение света. И первое, что я сейчас делаю, подниму все с пола как можно выше и должна буду собрать веником пыль. Первый день своей уборки я успела только собрать всю пыль веником и помыть полы. И теперь переходим в следующий день. Всем привет! Сегодня второй день нашей уборки. Сегодня суббота. Время уже где-то около 11. Я только приступаю к уборке. Потому что с утра варила кашу Микки, мыла посуду. Мне снова, там гора посуды, нужно будет ее снова мыть. Плюс сегодня вечером иду на день рождения к подруге. Пришел ее подарочек. Нужно будет упаковать и взять его с собой. Обязательно не забыть. Ну и думаю, начнем с вами с поверхностной уборки на кухне. Потому что раскидала много вещей. Нужно будет собрать еще сумку. И потом пойдем в ванную и в коридор. В коридоре я вчера помыла полы. Мне нужно будет... А мне больше ничего не надо делать в коридоре. Только мусор вывести. Поэтому осталась сегодня только ванная. На второй день моей уборки я успела прибраться только в ванной, раскидать поверхностные вещи и начала собираться на день рождения к подруге. Поэтому сразу же переходим в третий день уборки. Здесь я уже поработала в постели и типа так неожиданно, негаданно встаю и начинаю расхламляться. В этот день я привезла от родителей новую сумку вещей, поэтому раскладываю их и также заканчиваю уборку в ванной. Итак, сейчас будет мастерство моего переодевания. Опа, чё могу! Переоделась в спортик. Будем заниматься спортом сегодня. Вот так. Для сегодняшнего спорта мы берем резинки, убираем их, поднимаем всё с пола, вытираем, моем, чистим пол. Обратно ставим всё на пол и занимаемся. То есть сначала у нас будут на руки и на спинку, а вы уже ножками. После этого кадра мои планы очень сильно поменялись. Прошла ровно неделя с моего последнего включения. Я заболела. Ставим лайк. Прическа трэш, не обращайте внимания. Сегодня у нас 17-й сенчебре. Помыла всю посуду. Сейчас буду её всё раскладывать, вытирать. На улице прекрасная погода, солнце, я заболела. Точнее, ещё и скандер тоже заболел. Собственно, рассказываю. Произошли непредвиденные шоколадки, иначе это не назвать, из-за которых я не вижу смысла дальше убираться в этой квартире. Ну как, я так, содержу чистоту, но больше я ничего здесь вымывать, вычищать не буду, так как через некоторое время мы отсюда съедем. Вот так вот произошло. Наверное, чуть позже, в отдельном видео, я расскажу, почему так произошло. А здесь давайте продолжим такой вот небольшой влог с уборкой. Будем делать вот так вот. Сегодня суббота, у меня нет пар. Всё утро я просто лежала. У меня немножко дергают по работе, потому что я работаю, как бы, сорян. Всё утро я отходила от своего ужасного состояния, больного человека. У меня немножко ломит тело, у меня болит голова, у меня болит всё, что только можно. Искандер вчера ночью, ну как ночью, вечером бегал за лекарствами, хотя он тоже болеет, но из нас двоих сильным оказался только он, поэтому он нам и купил лекарства, и как бы с лекарствами становится намного легче. Вот она взрослая жизнь. Не люблю ждать, когда высохнет посуда, и поэтому я вытираю специальным полотенцем для чистой посуды её. Сделала вчера новый маникюр, чтобы специально на выходных убираться. Ещё мне недавно пришла классная посылочка с мазбой, если так можно сказать. Мика вчера поела кашу и разбросала её по всему полу. Я вчера весь этот пол убирала, и мне кажется, что это не только на полу где-то, но ещё и в раковине всё. И короче, эти посылки я уже оставлю до следующего влога. Там с вами будем открывать посылочки с вайлдерриса, потому что сейчас их бессмысленно в этой квартире открывать, чтобы потом их заново убирать. Я в этом логике никакой не вижу, поэтому делать я этого, конечно же, не буду, я просто убрала всё в шкаф. Заинтриговала, да? Молодец такая я. Интригантка! Здесь вы уже можете наблюдать уборку в последний наш вечер в этой квартире. Я решила прибраться полностью, в ванной всё вымыть, чтобы потом уже над этим не париться. Ну вот и всё. Мы отсюда съезжаем. У нас остались вот последние пакеты и потом нужно будет вымыть все полы. Так уже в принципе всё прибрали, убрали. От швабры коробка осталась. Всё короче. Вот так, наверное, лучше показать. Разобрали. Здесь уже помыли на один раз полы, но будем ещё мыть. Приедем чуть позже и всё, ещё раз пройдёмся. Ну что? Даже не знаю, как вам это объяснить, но есть одна хорошая новость и одна новость под вопросом, которая пока что непонятна, хорошая она или плохая. Из этого следует то, что мы должны отсюда выехать. Даже не прожили здесь получается и месяц, а вот у нас осталось где-то полторы недели, но должны за это съехать. Классная квартира, всё нравится и всё хорошо, никаких минусов нет. Единственный минус мы поставим некрасиво, потому что мы планировали реально здесь жить минимум год. Ну так сложились обстоятельства, пока что не могу сказать ни про плохую, ни про непонятную новость, потому что сейчас всё встало под вопросом из-за новых указов, новых пакетов и так далее. Поэтому всё резко стопорится, а нам просто нет смысла жить здесь, ну точнее нет смысла жить здесь одной, потому что когда мы сюда заезжали, мы как бы рассчитывали платить стоимость, которую как бы спокойно можно платить вдвоём. Я одна эту стоимость не потяну и это лишняя трата денег, так сказать. Можно. У меня стекла рука, поэтому вот так вот. Но мы быстро, мы, наверное, за час собрали все вещи. Единственное, что осталось, это вещи, все продукты в холодильнике, из-за которые уже помыл. Здесь вот то, что всё можно забрать, но это всё портится, поэтому это мы уже повезём в последний момент, всё скидаем просто в сумку и здесь у нас ещё господи, куда мусор и здесь у нас ещё куча всякой заморозки, которую мы пытались и не доели. Мы сейчас поедем к бабушке, все вещи закидываем туда, потому что родители в моей комнате полный завал, там вообще некуда просто заезжать, поэтому пока что будем у бабушки я, точнее, а потом уже, наверное, через недельку-две будет понятно, куда я всё-таки поеду, к родителям или ещё в этом месте. Мусор протёк, нужно будет помыть. Здесь я, кстати, вымыл ещё столы, всё здесь вымыл, сюда мы не наступаем, потому что здесь всё чистенькое, всё, всё помыли, всё, даже вот этот постирали, короче, здесь чистота, эту комнату можно даже закрыть. Надо будет ещё вот это всё вынести. Швабра топ, лучшая моя подруга, честно говорю, вообще просто бомбическая швабра, поэтому забираю её с собой. Очень много товаров, которые были приобретены именно в эту квартиру, и теперь просто запаковываю обратно в коробки, и будем увозить, и они будут просто стоять. Как бы мы сейчас снова будем жить на вещах, потому что ждём как сказать, новой информации. Но когда этот слог выйдет, наверное сто процентов уже всё будет ясно. Если кто-то увидит эту квартирку на царь, забирайте, она вообще бомбическая для двоих, просто идеальная, прямо она большая, и есть балкон, за это огромный лайк. Ставьте лайки, подписывайтесь на канар, на канар, ну а с вами была Аля Пак, подписывайтесь, я забыла как это делать, бывает же такое. Ну а с вами была Аля Пак, подписывайтесь на канал, пальчики вверх, а с вами была Аля Пак, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, и пишите свои интересные комментарии. Ну вот и всё, лоб закончился, как бы, пока-пока. Ну а если хотите прояснение всей этой ситуации, то обязательно подпишись, иначе ты просто не узнаешь, что в моей голове. Расскажу всё в следующем влоге.